МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в эфире Бессарабия ТВ новости в студии Татьяна Карпенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 17 марта в Белгороднестровском горсовете состоялось заседание исполнительного комитета. Одесскую область с рабочим визитом посетил министр обороны Украины. В воскресенье в Украине будет отмечаться день работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Алла Гинак вручила стипендии городского головы талантливым детям Акермана. Об этом не только. Узнаете далее. Не переключайтесь. 17 марта в Белгороднестровском городском совете состоялось заседание исполнительного комитета. Повестки дня 22 вопроса. Что обсуждали и какие решения принимали, знает Елена Малаеван. На заседанні виконкому 17 березня було чимало питань для розгляду. Перший проєкт рішення стосувався схвалення міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто». Її мета – забезпечення публічного порядку та безпеки городян. Вона знайшла підтримки у членів виконкому. Потім перейшли до обговорення наступних питань. Проект рішення о выделенні денежних средств з резервного фонда містного бюджету. С целью реалитися последствий стихійно-гидромогічного явлений, учитывая протокол комісії ТБЧС, предлагається финансовому управлению выделити денежні средства з резервного фонда, определити главному распорядником средств управління жилищно-коммунального хозяйства и разрешити управління жилищно-коммунального хозяйства купити материалы и передати согласно акту передачи коммунального предприятия уже один. Прошу данный проєкт рішення поддержать. Наступный проект решения касался подтверждения титульного списка житловых домов, обладнанных лифтами. Мисцевые посадовцы планируют организовать работу диспетчерской службы, которая будет работать через мобильный связок. В прошлом году у нас была комиссия государственного надзора, был в составе НАПР, было решение суда, были остановлены лифты. Мы уже одно решение принимали по капитальному ремонту лифтов. Основной вопрос – это у нас диспетчеризация, и 25 лифтов мы планируем в этом году диспетчеризировать. Поэтому проект выносится все те, в основном, лифты, которые у нас проходили по решению суда, и мы, в первую очередь, должны быть диспетчеризировать. Як зазначив Микола Зініч, на ці потреби необхідно 150 тисяч гривень. Їх візьмуть з тих грошей, що виділяли на ремонт ліфтів, розказав начальник управління і про перспективи ліфтового господарства у місті. У нас 84 ліфта, если так говорить о сумме і о всім, як говориться, все зависит от подділения средств. В пределах 6 тисяч у нас идет диспетчеризация одного ліфта. Якщо ми робимо 25, це буде і плюс ми, ще 7 ліфтів, які ми будемо капітальний ремонт, ми туди вже включаємо і диспетчеризация. Це у нас вже буде 32 ліфта. Це рішення присутні підтримали. Також затвердили кошторисну документацію робочих проєктів по капітальному ремонту покрівлі будівлі міської школи-ліцей та дитячого терапевтичного відділення міської лікарні. Які ще питання були у порядку денному, дивіться у наступних сюжетах. Олена Малойван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ Одесську область з робочим візитом посетив міністр оборони України. Як згодив Степан Полтарак на своїй страниці в Фейсбук, ціль приїзду – осмотреть воєнний міст в поселці Дачна Біляєвського району. Там на даний момент проходит будівництво нових казарм. Далі цитирую. У цілому я задоволений проєктом будівництва та ходом будівництва перших казарманих приміщень для особового складу. Під час виконання будівельних робіт ми маємо врахувати усі службові потреби військовослужбовців, будівництво гуртожитків та усієї необхідної інфраструктури для зручного проживання військовослужбовців. 17 марта на засіданні исполнительного комітету Білгородністровського гурсовету заобсюджали проєкт рішення, касающеся енергетичного розвитку і клімату міста. К чому прийшли, бачила Елена Малаєвановна. У ході засідання виконкому 17 березня присутні розглянули проєкт рішення про погодження плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року. У ході виступу Альберт Алтухов нагадав, що в липні минулого року було прийнято рішення про приєднання до ініціативи Європейської комісії щодо розвитку міст. Отож, розробили план дій. «Здесь 69 проєктів. Хочу сказати, що цей проєкт працюється в течі 1-2 роки, але ми змогли зробити це за 4 місяця. І сьогодні ми, має цей план розвитку і проєктів по водоканалу, по теплу, по озеленню, по транспорту, тут вчити всі проєктів міста по термомодернізію домів, бюджетної сфері і частних домів. Ми виходимо і можемо їх використовувати в зісканні грантів, які будуть розкладатися на Україні по таким програмам». Альберт Алтухов зазначив, що вже готують проєкт термомодернізації будівлі пологового будинку. Сюди входить утеплення стін, заміна дверей та вікон, встановлення сонячних батарей. Розповів і про передбачені грантові програми. «На Україну більше 5 мільйонів євро выделяється, і ми виносимо 4 наших об'єкта на рассмотрення. Це роддом, седьмій садник, сполком і больниця. Тобто по седьмому садику ми написали письмо. Є просьба, є вісьмо, але ми сподіваємося, що це великий проєкт з сонячними батареями, з тепловими насосами, з утепленням, з альтернативними видами топлива». Під час обговорення надійшла пропозиція з цього списку виключити будівлю виконкому. Однак мер міста пояснила, чому саме цей об'єкт вирішили внести у перелік. «Что касается исполкома, тут вопрос не в том, что это здание исполкома, потому что у нас здесь, мы до сих пор топлився углем. Да, большие потеря. Тут очень большой расход лишних бюджетных средств. По 5-200 сейчас. Да, у нас не так много осталось котельниць, поэтому не рассматривается. Там в комплексі должно быть не только утепление, там еще и модернизация». У ході обговорення цього проєкту рішення у Василя Кащі було деяке прохання до мера міста. «Если это серьезно, насколько это серьезно, сделать так, чтобы оно выполнялось на самом деле. Второе, я не знаю, что по водопроводу. Это у нас бич. И вода здесь, и канализация. Я понимаю, что она здесь, у нас гордень похоронена, это я знаю точно. Но вы же видите, какая ситуация. То есть, она под землей, эта ситуация, но она когда-то вырвется, потому что это здоровье наших всех, вот горожан и всех. Поэтому оно должно, ну как, я не знаю, на каком уровне это рассчитывалось. Я не знаю, честно говорю, я не могу даже обсуждать его. Четыре проєкта конститутора работают. Я понимаю, я не верю за четыре месяца, можно это не верю. У нас есть еще наша документа, очень много. Я же говорю, опять, я не собираюсь критиковать. Я одно только пожелаю, чтобы оно не осталось на бумаге». Члени виконкому поддержали этот проект решения. Далее его направят на рассмотрение депутатов. Олена Малойван, Виталий Солодухин, Бесарабия ТВ. Преображение рынка ассортив, наверное, заметили многие акерманцы. Так недавно началась реконструкция рыбных и мясных прилавков. Приводят в порядок и молочный корпус. На что еще руководству КП нужно обратить внимание, об этом расскажут сами предприниматели. Ведь, как они говорят, аппетит приходит во время еды. Рынок ассорти в Белгороднестровском. Здесь найдете практически все, что пожелает ваша душа. И купить вы это сможете благодаря им, местным предпринимателям. В последнее время руководство КП прилагает всевозможные усилия, дабы улучшить условия и привлечь покупателей. К примеру, недавно началась реконструкция прилавков в рыбном ряду. Но есть еще моменты, на которые стоит обратить внимание, говорят продавцы. «Все страшно, так что надо что-то там придумать. Даже не знаем, что и как они там придумали. Что-то надо придумать. А так, слава Богу, все хорошо. Руководство хорошее. Все хорошие, все хорошее. Вот только чтобы сделали это. Вот там же крыша начинает идти, люди пройти не могут. А так все нормально». «Хорошие, удобные. Вот не выскакивает рыба, ничего. Это хорошо, удобно. И вода не течет, ничего. И под низом сделали хорошо, нам ящички доставить. Рыба в воде не стоит, не на земле. Это очень удобно, хорошо. Но еще для весов, чтобы сделали. А по вашему мнению, на что еще нужно обратить внимание? «Ну, зимой дует сильно, а там, видите, нам сюда прямо задувает снег. И вот, как Люба сказала, стоим по коленам в воде. Если сильный ливень, туда, где стечет, у нас тут все проходит». Реконструкция прилавка в рыбном ряду еще не закончена. И горожане надеются, что по окончанию руководство обратит внимание на их просьбы. Торгующим в овощном ряду тоже есть что сказать, хотеть и просить. «Ну, дороги у нас часто падают, очень часто падают, да. Люди просто аж ноги ломают. Да. А летом такую нам вот эту крышу поставили? Да, 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 за крышу, да. Парилка тут страшная, сознание теряют, да, очень часто. Ну, так вроде бы ничего, так, да. Люди ноги ломают, неудобно. Человек подошел купить, сумку нема где поставить. Стоит, держит на весу и ложит товар. Разве это можно так? Ну, и что еще? Ну, так. Бо оно так накапливается багато, а сразу не можешь вспомнить, что. Ну, крышу, вообще поставили крышу такую, что тут можно с ума сойти. Она накаляется какой-то или как-то ей надо по-другому. Это ужасы, это ужасы. Мы умираем летом, умираем от этой крыши. Такая духотища. Ну, столы, я бы хотела, например, допустим, чтобы закрыти были столы. Мы закрыли товар и поехали до дома. Это возишь с дому до дому, с дому до дому. Вот. С дому везешь на базар, не продал, опять везешь. А так бы закрыла себе, и все. Анна Георгиевна работает на рынке около 8 лет. Проблемы со здоровьем дают о себе знать. А летнее время для нее особенно тяжелое. Ну, прилавки, естественно, нормально. Но хотелось бы, конечно, чтобы условия были лучше. Но что изменишь? Что изменишь? И так спасибо, что дают нам работу на сегодняшний день. Если бы нам сделали, мы уже тоже думали, если бы нам сделали вот такие, типа, чтобы закрывалось, замок бы свой повесили, все, утром оттуда вытащили, все, так приходится и грузчикам платить. Это очень, да, естественно, торговля сейчас совсем упала. Вы рассматривали этот вопрос с руководством, вы обговаривали? Вообще-то мы между собой общались. Да. А так еще не предлагали никому. Ну, не то, что не предлагали, не подходили по такому, не обсуждали по такому вопросу, не подходили. Покрасить белый цвет, потому что, во-первых, синий, это жарче намного. Вовремя открывать вот эти все, делать нам как вентиляцию. Вовремя открывать. Может, еще что-то придумать, потому что летом очень нам жарко. И сделать вот такие, как нам, мини, ну, мы спрашивали, говорят, это невозможно. Что невозможно? Ну, сделать нам такие мини-склады здесь, чтобы закрывались, под ключ, все, как положено, порядок соблюдаем, все, чтобы никуда не возить этот товар. Предприниматели надеются, что их просьбы услышат, и со временем изменения к лучшему произойдут и в их работе, и в жизни. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. День работников ЖКХ ежегодно отмечается в третье воскресенье марта. В Белгороднестровском по этому случаю в сессионном зале Гурсовета собрались те, кто делает нашу жизнь лучше. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился заместитель мэра Альберт Алтухов. День работников ЖКХ – это профессиональный праздник огромного количества людей, которые день и ночь делают нашу жизнь комфортной и безопасной. Без дворников, уборщиц, лесарей, сантехников, ремонтников и многих других работников ЖКХ теперь невозможно представить нашу жизнь. Сложно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой сфере. Работа эта требует специальных знаний и самоотдачи, умения работать с людьми и большого терпения. Ежедневно сотрудники городского центра благоустройства приводят в порядок улицы, парки и скверы. Работники КП «Белгороднестровск» теплоэнерго подают тепло в дома окерманцев. Представители других городских предприятий обеспечивают людей водой, газом и светом. За самоотверженный труд и профессионализм им вручили грамоты. Куртова Виктора Тимофеева Благовострия награждается председателем профспилки Украины Романюк. Большое вам спасибо, Виктор Сергеевна. Спасибо. Это жизнь наших граждан, это жизнь наших детей, это наш поседельный и трудный все-таки труд достаточно. Поэтому большое вам спасибо. Хорошее настроение в этот весенний день работникам сферы ЖКХ подарила фольклорная группа «Русычи». Продолжили праздничное мероприятие концертной программой вокалистов Центра культуры и досуга. В Одесской области повсеместно открываются центры самоорганизующего учебного пространства, сокращенно СОУП. Это инновационная система самообразования с использованием современных технологий. Такие центры уже действуют в Арцизе, Сарате, Кодами, Авидеополе. И вот настал черед Измаила. 14 марта в Измаиле состоялась церемония официального открытия Центра самоорганизующего учебного пространства. Символическую ленточку перерезали заместитель городского головы Сергей Баткелин, генеральный секретарь благотворительного фонда «Каритас Украина» Дзвинка Чайковская. Ми працюємо в Одесі вже з 2002 року і мали там багато проєктів, але для нас є основна мета – це підняти людей, підняти їхню самооцінку, їхні бажання самоорганізації, їхні бажання розвиватися і будувати щось в себе в громадах, на місцях. І тому ми намагаємося йти як павучки розлізатися на периферію, більш такі відкриті міста, які нас чекають, які хочуть щось розвинути, які мають потенціал. Проект реалізується совместно Ізмаїльським государственним гуманітарним университетом і несколькими благотворительними фондами. Находиться центр зданий ИГГУ на первом этаже корпуса факультета украинской филології і історії. Гостей пригласили в кабінеты, де є все необхідне для обучення – современные компьютеры, скоростной інтернет, методичні пособії. Ми розуміємо, що фактично це обучення в теченні всі життя, причем умення учиться і переучиватися в теченні всі життя дуже актуальне, тому що інформація постійно устареває. Ми живемо в современно-динамически розвиваючомуся мірі, і тому цей проєкт дуже актуален для нашого не тільки университету, але і для нашої громады. Ми целенаправленно отошли от политических проєктів привлечення средств і государственних средств, учитывая там свою специфику. І, конечно же, для нас було дуже важливим, що наш основной партнер «Каритас» согласився підтримувати нас до 2019 року. Фактично основні фінансові ресурси на переоборудовування і ремонт здесь було доловою частиною нашого университету і, конечно же, значительна частина благотворительна організація «Каритас». Все оборудовання було закуплено за счет «Каритас» і текуща оплата коммунальних расходів вложиться на университет, а тренерська робота, в тому числе і волонтерська робота, возлагається на наших партнерів, благотворительну організацію «Вільного світа». Руководителем проєкта в «Измаїли» по результатам проведеного конкурса стала Валентина Стойкова. Особенностю центров столицы Придунав'я стане то, що здесь будуть приймати дітей с ограниченими возможностями. Для этого оборудованы пандуси. Целевая аудиторія – це діти-інваліди. Уже начиная с этой субботи, два раза в неделю для родителей и детей-инвалідів буде проходить различні мероприятия. В частности, мероприятия, связанные с адаптацией, соціальной адаптацией детей, для родителей будут проводить. То есть одновременно, вы видите, есть два зала. В одному зале будут идти занятия с дітьми, в другому зале будут идти занятия с родителями. То же самое с переселенцами и то же самое мы предлагаем, будет целый комплекс услуг для детей, родителей которых были участниками АТО. Ребята смогут бесплатно обучаться с новым программированием, вести собственные социальные проекты, изучать английский язык. Планируется привлечь около 200 студентов в качестве педагогов-новаторов. 20 преподавателей ЕГГУ примут участие в программе преподавания методики САУП. Директор благотворительного фонда «Вильного света» Станислав Дрогаев провел презентацию проекта для студентов и преподавателей университета. В ближайшее время планируется открытие подобных центров в одном из сел Измаильского района, в Келие и в Татарбунарах. В воскресенье 19 марта в Украине будут отмечать День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Эти неутомимые труженики обеспечивают комфорт и заботятся о том, чтобы у нас было как можно меньше проблем, связанных с обустройством быта. 16 марта, накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, в Измаильском дворце культуры имени Шевченко состоялось торжественное собрание, посвященное этому профессиональному празднику. Более трех тысяч человек работают в этой отрасли. Благодаря их стараниям столица Придунавья с каждым годом становится чище и уютнее. Скверы и парки украшают затейливые цветочные клумбы. Ремонтируются дороги. В домах есть свет, вода, газ и тепло. Городской голова Измаила Андрей Абрамченко поблагодарил присутствующих за неустанный труд. Ведь чистота и красота Измаила первое, чем восхищаются гости города. Это дело их рук. Благодаря вашему профессионализму, благодаря вашему труду, наш город становится по-настоящему уже чужиной украинского Придунавья. Вы делаете город красивым, уютным, комфортным. По-настоящему гордостью Измаильчан, вашим ежедневным трудом. Мы гордимся. И самое главное, что вас любят Измаильчане. Они ценят ваш труд. И с этим каждым годом мы это видим. Разрешите от имени городского совета и его смысловного комитета поздравить с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам мира, добра, благополучия, тепла. С праздником вас! Почетной грамотой председателя Одесской облгосадминистрации за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время ликвидации последствий непогоды на территории Одесской области в январе 2017 года, награжден директор коммунального предприятия Измаил Свет Сергей Проданов. Лучшие дворники, газосварщики, слесари, парикмахеры, инженеры и работники других так необходимых нам специальностей получили грамоты и подарки от Измаильского горсовета. Представитель Одесского обкома профсоюзов Ольга Семина поздравила собравшихся с профессиональным праздником и вручила почетные грамоты и денежные поощрения наиболее отличившимся труженикам ЖКХ и служб быта. Сегодня, в этот весенний день, уже традиционно более 40 лет, мы празднуем наш отраслевой праздник, День работников жилищно-коммунального хозяйства и готового служения населения. И, как всегда, в этот день мы отмечаем лучших работников, лучшие коллективы, которые делают наш город краше, нашу жизнь теплее, уютнее, и мы, в общем-то, где-то и безопаснее. Сегодня я хочу поздравить от имени профсоюза, областного комитета профсоюза и от себя, поздравить вас с этим праздником, пожелать вам, вашим семьям, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мне очень хочется, чтобы и в дальнейшем наш профсоюз помогал вам как-то прожить эту жизнь немножко легче. Я думаю, что так будет всегда. Спасибо вам большое за ваш труд. В ярком праздничном концерте выступили местные таланты. Ксения Дорошенко, Ирина Щербина, Надежда Бережинская, танцевальный ансамбль «Радуга» и многие другие. Много добрых слов услышали в свой адрес измальчане-коммунальщики, чей профессионализм, ответственное отношение к делу, основа комфорта и хорошего настроения горожан. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. 16 марта в Белгороднестровском библиотеке Горького состоялась очередная творческая встреча молодежи города с известным писателем, членом ассоциации литераторов «Буджак» Владимиром Дудашем. Как проходила презентация нового сборника стихотворений автора и какие сюрпризы ожидали пришедших гостей, расскажет Наталья Чеботарь. 16 марта в библиотеке имени Горького в очередной раз собрались ценители творчества. Подполковник в отставке, талантливый писатель, член ассоциации литераторов «Буджак» Владимир Дудаш в этот день презентовал обновленный сборник стихов. Владимир Перевалов, именно так звучит его псевдоним, еще в 2005 году опубликовал собрание «Седые дороги». С тех пор многие произведения подвергались правке и изменениям. Сегодня новую редакцию оценили учащиеся городского лицея. «Стихи я начал писать давно, как и всякая молодежь в возрасте влюбленности в школе. Но потом, так сказать, это дело немножко прошло. Попал служить вооруженные силы СССР, потом Бакинское общевойское училище. И 25 лет службу в жённых силах от Ужгорода, сам я родом в Закарпатте, вот уже родом до Камчатки, прихватив к этому ещё и за Байкалью. Уволился в 1991 году званием подполковника заместителя командира полка. Значит, писать и печататься я стал с 1999 года в нашем советском Приднестровье. А работал я тогда на узле связи. Довольно интересно получилось. Я начал писать очерки». Владимир Дудыш рассказал присутствующим о интересных событиях жизни, о том, чем занимался ранее и что в планах сейчас. После этого прочитал несколько своих произведений. «Камчатка. Как-то ночью Камчатка приснилась. Тот суровый, но ангельский край. Так негаданно в гости явилась. Ты мне стол, говорит, накрывай, будто призраки вижу темнеют, Тех вулканов дымящие пики. А над старыми мачтами реют и Петровы, и Павла великие. Тут прижавших подушки притих я, в ожидании пройдёт ли обман. А за сопкой, с названием тихий, всё стонал и рвел океан. Поднимался над снежной долиной, от горячих источников пар. И бросало меня под периной, под холодный и в огненный жар». За годы творческой деятельности, помимо стихов, Владимир Дудаш выпустил более 60 рассказов и очерков. Кроме того, он известен как создатель серии детективных романов «Окерманский детектив». В каждом из своих произведений автор рассказывает о любви к родному краю, о близких и друзьях, и не только. О всём том, что его вдохновляет. В новом издании, благодаря студентам и преподавателям Белгороднестровского педучилища, некоторые стихотворения приобрели и собственные ноты. А специальные гости вечера участники коллектива «Ретро» с радостью их исполнили. «По завершению презентации гости ещё долго не расходились. Безусловно, вечер творчества удался». Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ Юные спортсменки Белгороднестровского вернулись домой с новыми наградами. С 12 по 15 марта в Могилёве в Республике Беларусь проходил 12-й открытый турнир по спортивной акробатике. Более 200 человек из пяти стран стали его участниками. Борьба за лидерство была упорной и интересной. В итоге женские пары в составе Варноли Виктории, Лихоконь Анны и Куделя Виктории по спелкам Марии завоевали серебру. А женская тройка, в которую вошли скалозуб Диана, Черноморченко Валерия, Самуренко Мария стали бронзовыми призёрами. Победители международного турнира наградили медалями, почётными грамотами. Всем участникам вручили памятные призы. Лучших из лучших нужно поддержать. 16 марта в здании Белгородистровского гурсовета прошла 15-я церемония вручения стипендий городского головы. Как всё происходило на этот раз, знает Татьяна Коваль. 16 марта в здании Белгородистровского гурсовета прошла 15-я торжественная церемония награждения стипендиями одарённых детей, учеников общеобразовательных заведений города Затоки и Сергеевки. Открыло мероприятие заместитель мэра Галина Архипенко. Сегодня запрошены керемники шкив представителей ученицкого самовредования, стипендиаты 2016-го, стипендиаты 2017-го и их батьки, наставники, обдарованных детей. Яна Гладки рассказала о том, как сложилась дальнейшая судьба у стипендиатов прошлого года. Затем передала альбом достижений тем, кто удостоился награды в 2017-м году, чтобы они заполнили его славные страницы собственными успехами. Мэр города, в свою очередь, поздравила ребят с присвоением им стипендии. Отметила, что юные таланты Белгородистровского должны оставаться такими же целеустремлёнными в достижении очередных побед. Также она выразила благодарность учителям и родителям. Мы будем стараться сделать так, чтобы у вас была возможность здесь, многим из вас была возможность здесь самореализоваться, здесь получить работу, здесь найти себя. Мы будем стараться делать так, чтобы наш город развивался, чтобы он становился с каждым днём всё лучше, краше, чтобы строились новые дома, чтобы появлялись новые рабочие места. И профессионалы во всех сферах деятельности нам нужны всегда. Я свято верю, что вы всё-таки заходите, во всяком случае, многие из вас заходите вернуться снова домой, и мы будем очень вас ждать. Талантливые ребята прошли серьёзный конкурсный отбор, чтобы получить заслуженную награду и быть удостоенными стипендиями. 16 марта им вручили почётные грамоты, а денежные выплаты они будут получать в течение всего года. Вот такими были наши сюжеты в последний рабочий день недели. Встретимся с вами уже в понедельник, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»